Друзья, добрый вечер! Я имею большое удовольствие приветствовать вас в эфире в канал Курбанова И, конечно, как всегда, благодарить нашу аудиторию, которая собирается у своих экранов для того, чтобы вместе с нами начать рабочую неделю Ну и, конечно же, начать разбираться в хитросплетениях последних новостей и событий Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами, что нас выбираете и нам доверяете Не забывайте, что для нас очень важно, чтобы вы оставили нам свой лайк для продвижения нашей информации И обязательно подписывайтесь на канал Курбанова Live, если почему-то еще этого до сих пор не сделали Оставайтесь вместе с нами Конечно, я вам напомню о том, что всех наших людей, всех наших зрителей мы ждем в чате Для общения, для комментариев, для того, чтобы вы имели возможность высказать свое собственное мнение Ну и, конечно, для того, чтобы на старте поприветствовать друг друга Друзья, не забывайте писать, откуда вы приходите, нас смотрите, слушайте Для нас это всегда и интересно, и важно Всем доброго вечера нам желают Здравствуйте, спасибо большое, что вы вместе с нами, Карпаты Так, добрый вечер, Роттердам к нам присоединяется В подбайка поставлена, всегда у нас Евгений из Роттердама очень четкий И Мюнхен с нами, добрый вечер, спасибо большое, что вы к нам присоединяетесь Друзья, пишите, откуда вы приходите Чернигевщина, долучайте Для нас и такая активность тоже очень важна Красноярск, как всегда, вместе с нами Спасибо большое Борисполь, я бы, знаете, если бы знала плохо географию Украины Уже бы, наверное, подумала, что какая-то наша часть Здравствуйте, Борисполь, добрый вечер, спасибо большое, что вы к нам присоединяетесь Борисполь, это было не про вас, конечно Луцк вместе с нами Добрый вечер, спасибо, друзья И не забывайте, обязательно Донатить на вооруженные силы Украины Я знаю, что для многих большая эйфория от последних решений американцев И не только, но военные эксперты все нам в один голос говорят Что нельзя себе позволять Лиссабон, здравствуйте, впадать в ту самую эйфорию Потому что еще ничего даже не начало масштабно поступать на фронта А очень многие потребности, которые закрываются Летва, здравствуйте, для вооруженных сил Украины Делается это именно за счет нашего бюджета Поэтому Welcome, QR Code Это как раз счет, созданный в Национальном банке Для поддержки вооруженных сил Украины Ну и что, в это время у нас всегда стартует наша рубрика Яковенко Ньюс Все потому, что мой коллега, журналист Игорь Яковенко К нам присоединяется И я с большим удовольствием Игорь, здравствуйте, говорю вам вечер добрый Спасибо большое, что вы вместе с нами Добрый вечер, Алюна, слава Украине Героям слава Игорь, вы знаете, что сейчас Российская Федерация Массово готовится к проведению очередного 9 мая Ну там много событий 7 мая и 9 мая Ну 9 в основном И что нас удивило и на что мы обратили внимание Это, конечно, все пропагандисты рассказывают о том Как у них будет выставка затрофейного вооружения Значит, мне, конечно, все это бесконечно пахнет плагиатом Потому что с 22 года все колонны разбитой техники Все, что было, выставлялось в Киеве В других украинских регионах Ну а потом даже некая такая условная выставка Она гастролировала европейскими странами То есть мы первыми показали, что такое затрофейное российское вооружение Сейчас россияне будут выставлять леопарды, БМП, Брэдли, Мардеры И даже вот последний день они что-то там привезли Американский танк Абрамс Ну и, соответственно, вот такое у них будет веселье на майские праздники О чем это вам говорит? И получается, что не скромно вот так заимствовать старые идеи И к чему сегодняшняя война прикручивается к событиям 41-го, 45-го или 39-го, 45-го? Ну, здесь, естественно, рифма Ну, поскольку вообще центральным мифом у Путина Путинский фашизм уникален тем, что это безидейный фашизм Фашизм без идеологии, фашизм без образа будущего Но, тем не менее, вместо образа будущего Есть образ мифологизированного прошлого То есть, любимый предмет двоечника Путина является истории Которую он не знает, но, тем не менее, создает вот эти мифы об истории Так вот, центральным мифом является миф Победобесия И поэтому все обращено туда в 9 мая 45-го года И, так сказать, это вот такой вот ремейк То есть, когда знамена нацистского рейха бросались, так сказать, к подножию мавзолея Когда, значит, там пленные немецкие солдаты шли по улицам российских, советских городов вернее И вот все это, так сказать, унижение, унижение врага Это было такое торжество над поверженным врагом Здесь, вот что касается этой выставки То я вижу в этом в значительной степени страх Попытка преодолеть страх То есть, это такое вот первобытное чувство Когда, значит, страх перед каким-то большим, сильным, опасным зверем Большим, сильным, опасным животным Он его пытаются компенсировать тем, что вот его шкуру там ногами попирают и так далее То есть, это вот из этой серии То есть, вот, ну, поскольку я, как вы наверняка знаете, в роли медиакритика выступаю Довольно часто смотрю российский телевизор То я вижу постоянно вот эта вот попытка преодолеть страх А страх есть очевидный Потому что все-таки вот эти 61 миллиард, которые Соединенные Штаты Америки выделяют Там, ну, понятно, что далеко не все пойдет на вооружение Украины Но, тем не менее, довольно приличные суммы И там много чего В этом транше очень много чего предусмотрено для Украины Здесь и ракеты, и самолеты Ну, много чего Короче говоря, определенный страх здесь присутствует И вот для того, чтобы этот страх как-то компенсировать Сказать, что вот мы не боимся этого страшного американского зверя Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, уничтоженный Абрамс Вот вам, пожалуйста, уничтоженный Брэдли Ну, и такая вот похвальба, она постоянно присутствует То есть, очень любят Соловьев И его подельники очень любят давать слово каким-нибудь людям Которые, может быть, находятся на фронте Может быть, находятся где-то недалеко в студии И говорят, да мы эти Абрамсы как орешки щелкаем Пусть больше дают Ну, мы видим, что происходит Когда западная техника Когда появилась парочка хаймерсов Что происходило на фронте Мы это видим Сейчас, правда, уже адаптировались как-то к этому Но, тем не менее, любая новая западная техника Она дает огромное преимущество Поэтому вот эти выставки Это попытка преодолеть страх Потому что, ну, все понимают Что вот этот То, что произошло 20 апреля Когда Палата представителей приняла все-таки решение О выделении 61 миллиарда Это был поворотный момент Безусловно, поворотный То есть, понятно, что Украина все равно выставила Но какой ценой? И здесь, ну, и кроме всего прочего Ценой, и, конечно же, и потерей территории тоже Потому что воевать в соотношении Один к десяти Как в количественном отношении Так и в флата Да к тому же практически без Без боеприпасов Ну, никакой героизм здесь не поможет Когда такое соотношение на поле боя А сейчас это меняется Сейчас это будет на глазах меняться Потому что есть американская помощь Она уже гарантирована Есть европейская помощь Которая тоже гарантирована Есть серьезная поддержка со стороны Японии, Австралии, Южной Кореи То есть, на самом деле Вот этот Большой евроатлантический мир Все-таки просыпается И не так быстро Не так полно Но поворачивается в сторону Украины И Окупанты боятся Страх этот виден Вот он, в частности, в этой выставке Проявляется Ничего другого здесь нет Я, знаете, я подумала, что помимо страха Мне еще кажется, что тут они подменяют То, значит, если у тебя есть страх Ты должен его чем-то замаскировать Какой-то радостью И радость раньше, как бы это странно не звучало А может быть, многим так оно и остается по сей день Это было вот это, значит, 9 мая Деды воевали, как вы вспоминаете, и все остальное С прошлого года все кардинально изменилось Авиация в небо не поднимается Потому что они понимают все риски Путин, когда стоит на параде Он оглядывается, потому что он тоже боится украинских беспилотников И в прошлом году он себя окружил Значит, там гостями Что, не дай бог, по нему не ударили Соответственно, и техника Мы все так тоже глумимся А что там пойдет? Какие будут новые разработки? Да нет, их давным-давно И танк армата, от которого отказались Вместо этого нужно показать Успехи по захваченной технике Но кто-то должен хотя бы на секундочку остановиться и подумать Хм, когда это происходило с немецкой техникой Все логично Немец пришел убивать, оккупировать, насиловать и вывозить все Украинцы у себя дома То есть вы пришли к нам домой У нас чуть ли не на стоянке забрали этот танк И теперь им гордитесь В чем же здесь победа? Что здесь можно продать, как величие российского оружия и российской армии? Ну, вы обращаетесь к логике Это вещи не очень совместимые с тем состоянием сознания Той аудитории, к которой обращается вот эта пропаганда Там логика не ночевала Там это все сметено, так сказать, могучим ураганом Смешанным, настоянным на боярышнике И, так сказать, соловьиным пометом Это такая ядреная смесь Которая проймет что угодно Боярышник плюс соловьиный помет Это серьезно Поэтому там мозги выжигают просто начисто Поэтому здесь как-то вот апеллировать И оперировать какими-то логическими конструкциями Дело бесполезное Ура! Значит, мы вас все равно сделаем На Берлин, на Париж Значит, там Звезда за взятие Вашингтона и так далее То есть, это все Вот эта вся вот горючая, гремущая смесь Которая постоянно присутствует Знаете, ну, я понимаю, что вы бережете себя Вы человек молодой И поэтому вам жить Мне-то уже все равно Поэтому я смотрю российский телевизор В отличие от вас И просто я это вижу постоянно То есть, постоянно разговоры о том А где мы остановимся? Значит, на Ла-Манше? Или мы пойдем все-таки на Вашингтон? Нет, пожалуй, на Вашингтон пойдем Нет, ну, там же далеко Там же лужа, так сказать Ноги промыть Нет, давайте Ла-Манше Нет, давайте Вашингтон То есть, вот такие вот споры Понимаете? Это люди, которые представляют страну Которая за два с лишним года Взяла все-таки Авдеевку Уложив, значит, несколько десятков тысяч человек Только за Авдеевку В украинский чернозем Они говорят о том, что санитарная зона До Ла-Манша или до Вашингтона Включая Атлантический океан То есть, вот об этом ведут разговоры Понимаете? Вот у них это И это все Там идет внутривидовая конкуренция Так сказать, между вот этими людьми Они, так сказать, между собой тоже собачатся Немножко так стараются выгрызть себе Участок этого информационного фронта Который конвертируется в деньги То есть, на самом деле, там вот это вот Все присутствует И это находит отражение в аудитории Во все меньшей аудитории Мы уже неоднократно с Вами фиксировали Резкое падение просмотров Вот этих всех пропагандистских каналов Но они компенсируются То есть, то, что эти шоу ненависти Они упали где-то в конец третьего десятка программ Это компенсируется тем, что Отвоевывается это все в социальных сетях В телеграм-каналах В телеграм-каналах Вот есть иллюзия такая очень наивная Что интернет – это территория свободы Что это территория антипутинского контента Ошибочка Серьезная ошибка По рейтингу телеграм-каналов Первая двадцатка – это в основном Практически полностью Зет-каналы Зет-канал, Зет-телеграм-каналы Поэтому Телеграм не наша территория Ну, понятно, что мы там есть Мы там присутствуем Вот Ютуб – наша территория В Ютубе мы сильнее Я имею в виду нормальные люди Которые желают победы Украины Которые желают, чтобы Путинский режим сдох как можно скорее Вот в Ютуб – это наша территория Телеграм – нет Социальные сети – не наша территория в основном То есть в социальных сетях В общем-то Ну, опять, какие социальные сети? Фейсбук Туда-сюда В какой-то степени Ну, а российские социальные сети Понятно, что о них говорить Вконтакте Одноклассники Это вообще Территория полного безумия Вот Поэтому Вот Так сказать С этими каналами ненависти Такая штука Они Немножко Немножко Уступают место Но Все равно Вот то, о чем я говорил Это все продвигается через Через интернет Довольно успешно Плюс еще Невероятная совершенно Просто фантастическая Активизация Фабрики троллей Пранки То есть На самом деле Вот эта вот информационная война Которая ведется Она Совершенно не похожа На Ту войну Которую в свое время Обосновывал и вел Геббельс Ничего похожего Вот Обычно говорят Вот это современный И какой Геббельс Геббельс там Давно уже Давно уже Так сказать Добрый дедушка Симпатичный Даже чем-то Человек Который Говорил о том Что Значит Должно быть Соотношение 80% Правды 20% Лжи Зачем Зачем Тратить время На правду Голая Неприкрытая ложь Стриптиз Лжи Это Это у них Называется Постправда Постправда Ну Мы же видим Что Что Говорил Скобеевой Объективной Информации Не существует Всякая Информация Проплачена То есть На самом деле Это Это совершенно Новая ситуация Та ситуация Которая С которой Мир столкнулся В ходе Этой информационной Войны Она принципиально Отличается От того Что было При Советском Союзе При Нацистском Рейхе Так что Вот Мы столкнулись Совсем С другой Принципиально Другой ситуацией Им Во многом Во многом Работает И даже Протуберанцы Щупальца Эти Они проникают В том числе И в западные Страны Откуда Взялось Вот это Полгода Американский Конгресс Не мог Принять Решение О помощи Это же Не просто Но наивно Считать Что это Просто Один Майк Джонсон Который Одной руку Удерживал Все Соединенные Штаты Америки Нет Это была Мощная Работа По обработке Общественного Сознания И очень Многие Конгрессмены Действительно Считали Что Украинцы Слушайте Такое количество Фейков Многие Конгрессмены Из Республиканской Партии Считали Что Украина Это Сатанинская Страна В которой Унижаются Священники В которых Убивают Священников И вообще Ей помогать нельзя Именно Поэтому И только Мощная Целенаправленная Работа Когда Каждому Объясняли Показывали Что Что и Как И вот Эти полгода В том числе Шла и Эта работа Так что Здесь Недооценивать Вот Всю Эту Машину Машину Лжи Машину Постправды Тоже Не стоит Когда Вы говорите Про Постправду Все-таки Российская Пропаганда К нам Проникает Очень активно Через Социальные Сети В основном Самые Веселые Фрагменты Из Последнего Когда Попов Поздравлял Киселева С словами Что Вы Дмитрий Киселев Вы не Просто Говорите Правду Вы Говорите Больше Чем Правду Интересно Что Может Больше Чем Правда И Как Это В одном Предложении Сочетается С Киселевым Но Все Что Мы Вспоминаем Про Российскую Пропаганду Они Как Правило Говорят Обо Всем Мире Обо Всем На Свете Только Не О себе Проблем Всегда Хватает В самой Российской Федерации И Одна Из них Она Касается Будущего Мы Всегда С Вами Обсуждаем Что Доверять Социологии Не Имеется Никакого Смысла Но Мы Тогда Поговорим С вами О Социологии Будущего Которая Проявляется В сокращении Населения Из Доклада Института Народного Хозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук Длинное Сложное Название Там Речь идет О том Что Население России Сократится Через 25 лет На 10 Миллион Что Является Абсолютно Существенным Оно И сейчас Сокращается И сейчас Большая Нехватка Рабочей Силы Рук И так далее 25 лет 10 миллионов Это абсолютно Существенно Казалось бы Сегодняшняя Война Это главная Причина Почему будет Меньше И меньше Людей Сейчас нужно Ее остановить Чтобы сохранить Но мы Об этом Тоже думаем В частности В Украине Но Мы защищаемся Выбор Не От нас Зависит Мы давным-давно Скали Стоп Верните Нам Абсолютно Все Страшно Ли Для России Игорь Вот такая Социология Что такое Минус 10 миллионов На такие территории Для России Это критично Потому что Россия Гигантская И очень Малонаселенная Страна В России Фактически Действительно Есть Гигантская Проблема Это Критический Дефицит Населения Прежде всего К востоку От Урала И Существование Вот в таком Виде Страны Даже без Всякой Агрессии Со стороны Китая Ну просто Когда Соотношение Между Когда Ну вот Я Довольно Много Ну естественно Последние Несколько лет Не имел Возможности А так Я в общем Довольно Много Ездил По России И Когда Летишь Над Сибирью То Видишь Внизу Сплошную Черноту То есть Нет Людей Людей Нет Совсем Какие-то Отдельные Отдельные Какие-то Огоньки Города Города Встречаются Через Длительный Длительный Прорежуток Времени И Еще одно Очень важное Наблюдение Это река Амур Когда по Одну Сторону Амура Пусто Совсем Пусто И там Какие-то Отдельные Домики Стоят А по Другую Сторону Амура На Том Берегу Огромные Какие-то Огромные Величенные Здания Дома Густонаселенные Причем Это не самые Густонаселенные Районы Китая Но Ты понимаешь Что Вот этот Навес Гигантский Нависающий Полуторамиллиардный Китай Который Нависает Над Вот Этой Крошечной Крошечным Населением И гигантской Территории Это Естественным Образом Это давит Это давление Даже без Всякой Агрессии Просто Миграция Просто Смешанные Браки И через Какое-то Время Вот Вся Эта Территория Если Демографическая Ситуация Будет Развиваться Так Как Она Развивается Она Просто Естественным Образом Упадет В руки Китая И Реализуется То Что Нарисовано На Картах Китайских Уже Довольно Давно Что Вся Эта Территория От Владивостока До Байкала Она В принципе Является Территорией Китая Что Действительно В середине 19 века Было Оккупировано Отобрано У Тогдашней Китайской Империи Вот Поэтому Я думаю Что Это Не единственная Проблема Проблема Безусловно В том Что И Так Сказать Ну И Там Проблемы Проблемы Связанные С Производством Возникают Очень Серьезные Но Вы знаете Если Я Вот Все-таки Хочу Хочу Высказать Своё Убеждение В том Что Это Знаете Как Люди Очень Беспокоятся Что К Старости У них Какие-то Начнутся Проблемы С Какими-то Какими-то С Состоянием Здоровья И так Далее Ну То есть Надо Еще Дожить До Этого Возраста И Вот Для Путинской России Вы говорите 25 лет Я Не думаю Что Вот Эти Проблемы С демографией Будут Главными Для Путинской России Через 25 лет Я думаю Что Через 25 лет Никакой Путинской России Просто Не будет Вот Понимаете Когда Человек На фронте Говорит О том Что К старости У него Будут Плохие Зубы Не надо Беспокоиться Это До этой Старости Еще надо Дожить Особенно Если Человек Находится В составе Оккупационных Войск Российских Все Будет Хорошо Значит Человеку Который Лежит В украинском Чернозерном Уже Никакие Зубы Не Нужны Вот Поэтому Я думаю Что Вот Эти Проблемы Да Это Тревожный Прогноз Но Заботиться Сейчас Надо О другом Заботиться Надо Не о том Что Будет Через 25 Лет С Демографией Российской А Заботиться Надо О том Как Россия Будет Выходить Из Этой Войны Потому Что У меня Есть Сильное Подозрение Более Того Уверенность В том Что Россия Не выйдет Из этой Войны Вообще Как Единое Государство Потому Что Ну Давайте Реально Смотреть Вот Сейчас Мы Все Готовимся Я не знаю Насколько Я сейчас Ломаю Ту повестку Дня Которую Вы Создали Но Я просто Хочу Сказать Об этом Форуме Мира Не будет Никакого Мира Да Форум Мира Очень Важно Украинские Политики Делают Свою Очень важную Работу Но Никакого Мира Не будет И Не будет Никакого Перемирия Не будет Никакой Договоренности Между Украиной И Россией Россия В результате Этой Войны Просто Исчезнет Как Единое Государство И Другого Варианта Просто Нет Просто Представить Себе Что В конечном Итоге Путин С Зеленским Сядут За один Стол Да Нет Такого Стола За которым Они могут Сидеть Просто Стола Нет Мебели Такой Нет Проблема Как всегда С мебелью Да Вот Нет Такого Плотника Который Изготовит Такой Стол Вот Ну Вот Так Получается Поэтому Да Ну Конечно Вариант Можно Умозрительно Придумать Что Вариант Победа Победа России Захват Украины Убийство Всех Украинцев Умозрительно Можно Но Этого Не будет Этого Просто Не будет Потому Потому Что Во-первых Украина Не сдастся Во-вторых Потому Что Все-таки Уже Ясно Что Запад Не бросает Полностью Украину Что он Будет Помогать Поэтому Вариант Остается Один Знаете Как У Шерлок Холмса Был Принцип Исключаются Все Варианты И последний Который Остается Все Невозможные Варианты И последний Который Остается Самый Невероятный Он В том числе Оказывается Единственным Возможным Вариантом Результат Этой Войны Становится Распад России Это Вариант Который Уже Сейчас Просматривается Плохо Но Просматривается И поэтому Сколько Там Будет Населения Это Уже Совсем Другая История Это Это Уже Забота Тех В отдельных В отдельных Регионах Отдельных Обломках Отдельных Кусках России На которые Она Распадется Я думаю Что Каких-то Больших Проблем Населения С населением На Северном Кавказе Не будет Там Все в порядке С демографией Она Неплохо Развивается Я думаю Что Каких-то Уж Очень Больших Серьезных Проблем С Населением В целом Ряде Регионов По Волжью Тоже Не будет В той Части России Которая Может Станет Называться Московия Московский Регион Там Тоже Проблем С Населением Нет Ну А Дальний Восток Там Да Там Будут Серьезные Проблемы Но Это Уже Другая История Совсем И Вряд ли Этот Регион Будет Называться Россией Вот Поэтому Я бы Сказал Так Проблема С демографией Это Последнее О чем Сейчас Стоит Беспокоиться Тем Людям Которые Связывают Свою Дальнейшую Судьбу С Той Страной Которая Сейчас Называется Россия Я Знаете Как всегда Говорю Игорь Что Есть Два Лагеря Ну Вообще Их Конечно Три Те У кого Стакан Наполовину Полон У кого Наполовину Пуст Ну И Реалист Ваш Стакан Он Сейчас Переливается Потому что Даже Мы Здесь В Украине В последнее Время Наши Эксперты Уже Больше Никто Не Говорит Слишком Амбициозными Заявлениями Потому что Всегда Заявления Нужно К ним Прикреплять Действия И результаты И пока Мы Сегодняшним Днем Живем Двигаясь Вперед Насколько Это Возможно Когда Вы говорите О распаде Российской Федерации Нет Более Сладкой Темы Для наших Ушей Но потом Рационально Мы Вспоминаем Подождите Весь мир Он Катастрофически Напуган Тем Что Не будет Россия Это Всегда Нам В параллель Вспоминается История С Советским Союзом С Бушем Который Здесь Был В Украине Но Только Тогда Все Таки Например Украина Украинское Общество Хотели Независимости Мои родители Ходили на Референдум Они Об этом Мечтали Все Вот Вам Последствия Кто Тоже на сегодняшний день Та сила Которая Смогла бы Расшатывать Ситуацию Внутри Это История Номер раз Что делать С миром Европа Америка Германия Которые боятся Этого Катастрофически Ну и Три Это конечно Китай Который На данный момент Ему почему Нравится Война Потому что Он бенефициар Дешевой России Забрать все Поглумиться И дальше Выкинуть Три силы Которые Три составляющие Которые Они же должны Между собой Как-то Сойтись Во-первых Проблемы Россия Ее перспектив Не будет Решать Никто Не будет Решать Украина Не будет Решать Америка Не будет Решать Китай Это Проблемы Ну так же Как Проблемы Советского Союза Кто Организовал Распад Советского Союза Фамилия Имя Отчество Группа Крови Кто Конкретно Расганизовал Развал Советского Союза Никто Сам Развалился Сам Развалился Как Это Как Это Произошло Ну Как Ну Да В головах Каких-то Конспирологов Там Какое-то Тайное Правительство Сидело Заседало Решило А давайте Мы Развалим Советское Да Не было Этого Ничего Ничего Этого Не было Значит Фактически Советский Союз Ну Как Любая Империя Ну Вот Так Он Развалился Развалился Потому Что Устал Устал Существовать Центральная Власть Оказалась Недееспособной Потому Что Дальнейшее Существование Этой Территории Оно Оказалось Невыгодно В том Числе Прежде Всего Для Элит Различных Субъектов Республик Ну Прежде Все Партийных Элит Потому Что Они Все Мечтали Стать Главами Им Надоело До Смерти Присмыкание Перед Кремлем Все Вот Эти Вот Значит Шахи Короли Потенциальные Президенты Которые По ночам Примеряли Королевские Короны Имея В кармане Партийный Билет Все эти Первые Секретари ЦК Компартии Советских Республик Они С огромным Удовольствием Тут же Примерили На себя Президентские Так сказать Должности Все Прекрасно Здесь Та же Самая История Первым Бенефициаром Распада России Будут Конечно же Местные Элиты Которым Остачертело Вы что думаете Мениханову Очень нравится Значит Присмыкаться Не только Перед Путином Но и перед Кадыровым Ну просто Все кто Примерно Представляет Ну Мениханов Это Глава Татарстана Это Это Серьезный Мужик Да Безусловно Это Путинский Халуй Сейчас Но Это Человек Который Безусловно Ненавидит Вообще Этот Кремль Ненавидит Этого Путина Ненавидит То Что Его Заставляют Лизать Задницу Не только Путину Но и Кадырову И Можно Представить Как Этот Человек Который Который Возглавляет Один из Крупнейших Богатейших Российских Регионов У которого Регион У которого В исторической Памяти Казанское Казанское Ханство И 1552 Год Является Годом Кровавым Когда Они Отмечают Взятие Казани Не так Как Отмечают В России Они Отмечают Его Как День Скорби День День Окупации И У них В исторической Памяти Это все Есть Я помню Хорошо Референдум 1992 Года Когда Подавляющее Большинство Жителей Татарстана Проголосовали За выход Татарстана Из состава Российской Федерации Причем Это было По всему И причем Там не только Татары Там и русские За это Голосовали Ну и так Далее То есть Поэтому То что Настроение Настроение Башкирского Народа Настроение Якут Там Понимаете Там нет Ну сейчас Извините За любое Заявление О том Что мы Хотим Выйти Из Состава России Это Большой Длинный Срок Это Ну фактически Пожизненный Срок То есть Уголовное Преследование За Значит За Угрозу Распада Российской Государственности Оно Неуклонно Там просто Ну фактически К стенке Поставят Сразу Поэтому Этого Никто Не говорит Поэтому Таких сил Открытых Нет Но это Все Как Торфяной Пожар И Любое Любое Движение Любые Малейшие Условия Которые Которые Будут Для этого Созданы А Прежде всего Условия Создат Тяжелое Военное Поражение Россия Поэтому Конечно Все Сейчас Решается На Поле Боя Рассчитывать На то Что Сейчас Будут Какие-то Восстания Внутри России Это Несерьезно Этого Не Будет Но При Серьезном Военном Поражении Поражение Которое Станет Очевидно Я Все Так Думаю Что Дооккупация Крыма Это Станет Решающим Событием Пока Это Из Сегодняшнего Из Конца Апреля 2024 Года Это Не Просматривается Но Это Будет Это Будет И Западная Помощь Это Дальнобойные Ракеты Запад Уже Начинает Спокойно Смотреть На То Что Украина Бьет По Территории России Уже Более Менее Спокойно Европа По Крайней Мере На Это Спокойно Смотрит Поэтому Я думаю Что Эта Перспектива Неизбежна Скажите Мне Пожалуйста Кто Кроме Каких-то Диссидентов Которых Считали Маргиналами Предвидел Распад Советского Союза Это Наверное Никто Ну так Буквально Нет Ну да Там Амальрик Писал Что это Произойдет Еще Кто-то Там Ну Пара Тройку Диссидентов Которых Никто Всерьез Не Воспринимал Воспринимали Как Мечтатели Как Это Произошло Внезапно Кто Предсказывал Уничтожение Самоуничтожение Российской Империи Которое Произошло В Семнадцатом Году Да Не Было Таких Прогнозов Розанов Писал После Того Как Это Произошло Что Россия Слиняла В Два Дня Максимум В Три И Так И Будет Так И Будет Просто Это Особенность Вот Этого Такого Вот Исторического Организма В котором Все происходит Мгновенно Сначала Долго Долго Ничего Ничего Не происходит А потом Происходит Инверсия И В момент Все это Рассыпается И Ну Как Один Не очень Уважаемый Сегодня Человек Писал Что Стена Гнилая Кни Развалится И Так Так Произойдет Ну Маленький Маленький Еще Пример Вы говорите У меня Стакан Переливается Так Сказать Значит Я Объясню Почему Так Происходит Потому Что Я Вижу Что Происходит В России Изнутри Хотя Я Нахожусь Довольно Долго За Пределами Этой Территория Но Я Все Так Вижу Что Происходит Потому Что Понимаете Пригожин Который С Очень Небольшим Количеством Своих Уголовников Очень Легко Взял Взял Ростов Просто Взял Ростов И Все И Потом Очень Легко Дошел До Практически До Москвы И Захотел Взял Б Москву Ну Не Захотел Потому Что Ну Ему У него Другие Были Цели Ну В принципе Россия Изнутри Не Защищена Да Когда Линия Суровекина Когда Ракеты Когда Танки Когда Минные Заграждения Да Вот Армия На армию Так Россия Может Воевать Внутри Себя Россия Не Защищена И Я Уверяю Вас Если Когда Возникнет Политическая Воля Сменить Этот Режим То Да Это Будет Очень Непросто Но Это Будет Реально Это Будет Возможно И Сразу Пойдет Пойдет Цепная Реакция Пойдет Распад России Как Только Начнется Как Только Первый Удар Изнутри Произойдет Распад России Будет Неизбежен И Он Будет Поддержан Ведь Почему Те же Самые Жители Ростова Поддержали Пригожина Здорово Смотри Надоевши Москву Ненавидит Вся Россия Москву Ненавидит Вся Россия Значит Помните Песенку Замечательную Москва Сгорела Да Там Самая Последняя Фраза Самая Классическая А Рядом Рядом Ждали Россия Когда Остынут Кирпичи Понимаете Вот Всякий Человек Который Ну вот Как я Проехал По всей России Знает Настроение Ненависть К Москве Ненависть К Кремлю Который Обирает Который Высасывает Все Как паук Высасывает Свою Жертву Высасывает Все Из регионов Она Проникает Она У всех У Регионального Начальства Которым Надоело Ездить Кланяться В Кремль Каждой Кремлевской Шестерке Они Вынуждены Задницу Лизать Они Боятся Того Что их Сменят Что их Посадят В тюрьму Что Забирают Все Все Богатства Все Высасывает Этот Ненасытный Кремль Это У всех Так Поэтому Рухнет Вся Эта Великая Пирамида Которую Построил Путин Рухнет Но для этого Нужно Конечно Уничтожить Уничтожить Армию И Создать Ситуацию При которой Силовики Поймут Что Царь Ненастоящий И пора Войску Бунтоваться Поговорим Еще о настроениях Самой Российской Федерации Я только Не могу Отказать В удовольствии Мем Который Сейчас Распространяется Вы говорите О ударах О Крыме О Деоккупации Крыма Про Крымский Мост Очень много Пишут И Идет Переброска Информации Кто Кого Будет Бомбить В начале Мая И Собственно На 9 Мая Ожидается Что и Россия Будет Бомбить Украину Но они Нас Обстреливают Каждый День Но и Они Там Ожидают Что мы Что-то Такое Сделаем С Крымским Мостом И мне Подписчики Уже Начали Присылать Фантастические Мемы Изображение Крымского Моста Не трогай Это на 9 Мая То есть Готовимся И посмотрим Что-то будет Или что-то нет Но в то же время Про настроение Когда мы с вами Вспоминаем Это история С героями СВО Элита Как назвал Военный преступник Путин Который возвращается Домой К несчастью И для нас И для россиян Для нас Все равно Конечно Они заслуживают Смерти И сейчас Западные медиа Подсчитали Вместе с Медиазоной Что число убийств Которые совершили Эти герои В России Оно растет И по последней Статистике Я что-то там Видела около 200 прям Конкретных Публичных На самом деле Их конечно Намного больше Этих убийств Изнасилования В общем Все рецидивисты Фактически Возвращаются На круги Своя И во многом Смысле Там ведь есть Например Осужденные За убийство И есть родственники Которые все это Видят Которые видят Несправедливость Когда убийцу Выпускают Вот он возвращается Последняя история Там Какого-то тоже Преступника Который все село В страхе держал И в итоге Убил точно так же Как его осуждали До этого Почему такие факты Не возмущают Россиян Неужели действительно Нет вообще Никакой возможности Побороться За условную Справедливость Такой опции Не существует Просто Что такое Бороться За условную Справедливость Существует Несколько Несколько Каналов Вот Реализации Вот этой Вот условной Справедливости Ну давайте Их перечислим Ну прежде всего Это суд Да В нормальных Странах Это суд Ну сразу Отложим Отложим Это на полку Ненаучной Фантастики Да Суд В России Вот Значит Это Это даже Не фанта Это сказка Вот Поэтому Ну с кем Судиться С Путиным Который всех Амнистировал Выпустил С кем Конкретно Суд Про что Вот Несерьезно Отметаем Второй вариант Это Значит Какая-то Какая-то Так сказать Какое-то Свержение Власти Какое-то С вилами На Кремль Ну опять-таки Мы знаем Какое количество Значит Силовиков На этот счет Запасено у Путина Безнадежно Никакого Никакого шанса нет Ну третий Третий вариант Вместо того Чтобы искать Справедливость У себя дома Куда-то уехать И Значит Найти Обрести эту Справедливость В другой стране У Подавляющего Абсолютного Большинства Россиян Нет Запернпаспорта Подавляющее Большинство Россиян Вообще Никогда Не выезжало Из России Ну а Небольшое Количество Выезжало Только в Турцию Там В лучшем Случае Да Пожалуй Все Вот Поэтому Вот Никаких Единственный Способ Это Вот Терпение Смирение Значит Алкоголь Такой Дешевый Тот же Самый Боярышник Вот И Вот И все Других Других Способов Как-то Противостоять Этому Беспределу Нет Это Кстати говоря Только Начало То Что Вы Сейчас Перечислили Это Еще Даже Не Цветочки Это Еще Только Так Почки Почки Набухают Потому Что В общем То Что Можно Будет Назвать В перспективе Украинский Синдром В российском Обществе Это Будет Страшнее Чем Афганский Чеченский И там Вьетнамский Синдром В Америке Это Это В тысячу Раз Больше Потому Что На самом Деле Во-первых Ну Может Не в тысячу На пару Порядков Больше Точно Потому Что Во-первых Масштаб Гораздо Больше Во-вторых Степень Остервенения Больше И в-третьих Это То Что Огромное Количество Зеков Огромное Количество Убийц Которые Прошли Курсы Повышения Квалификации На этой Войне Которые Научились Убивать Лучше Стали Более Жестокими Напились Крови Как Просто Самые Настоящие Вурдалаки И Сейчас Вот Все Это Человеческое Отребие Оно Брошено Будет Бросаться В России Когда Пойдет Массовое Массовый Отток Этих Людей С фронта Вне Зависимости От того Когда Это Произойдет Это Будет То По сравнению С чем Знаменитая Беревская Амнистия Лето 1953 Года Покажется Просто Подарком Это Это То Что Ждет Россия Россия Конечно Захлебнется Кровью После Того Как Вся Эта Масса На Сегодняшний Момент Уже Полмиллиона Человек Находится На фронте Вот Когда Эти Полмиллиона Пора В результате Различных Процессов Они Начнут Возвращаться Домой Это Будет Это Будет Серьезнейшая Серьезнейшая Беда Это Будет Такая Концентрация Человеческого Горя Которая Скопится В России В российских Городах И селах Что Представить Себе Невозможно Украинские Военные Рассказывают О том Как Психологические Война Их Ломает И меняет Но Это История О страхе Того Что там Происходит Они Не переходят Границы Они Не переходят Границы Человеческого Наши Не убивают Не насилуют Не соприкасаются С Безоружными По делам психики И это то С чем нам Придется работать А вы правы Когда еще Перечисляете А кто Входит В состав Российской Армии Но это По делам Это Собственно Все Что заслужили Вернуться К себе Домой И пускай Они Это все Плодят Извините Алену И одну секундочку Только К вашему Размышлению Дело в том Что Все таки При том Что Война Делает В какой В какой То степени Война Делает Похожими Две Две Воюющие Да В одном Случа Это Агрессор В другом Случа Это Справедливая Война Но Когда По ту И другую Сторону Фронта Стоят Люди Которые Друг В друга Стреляют Они В чем То Похожи Да Они Убивают В этом Смысле Разницы Нет Но Разница Гигантская Между Украинской Армией И Российской Гигантская Она Связана Именно Социологическим Портретом Этих Двух Армий Изначально Потому Что Так Получилось Что Российская Армия Это Не Срез Российского Общества Это Худшее Российская Армия Это Худшее Во-первых Потому Что Зэки Активно Привлекаются Зэки Большая Часть И Во-вторых Потому Что Это Люди Из Депрессивных Регионов И Причем Ну Что Называется Самое Дно Потому Что Кто Идет Воевать Идут Воевать Те Люди Для Которых 200 Тысяч Является Ну На Сегодняшний Момент 200 Тысяч Является Очень Большим Стимулом Это Люди Которые В принципе Либо Безработные Либо Так Скажите Ну Это То Что Называется Самое Дно Без Образования Без Работы Люди Сильно Пьющие И так Далее То Это Самое Самое Дно Украинская Украинская Армия Это В общем В значительной Степени Цвет Цвет Нации То есть С одной Стороны Худшие С другой Стороны Лучшие Вот В этом Как раз Принципиальное Отличие Поэтому Вот тот Самый Постравматический Синдром Который Безусловно В Украине Тоже Безусловно Эта проблема Будет И то Что Придется С этим Реабилитацию Делать И Разгребать Очень Долго Но там Конечно В Украине Эта проблема На несколько Порядков Легче Будет Потому что Опять-таки Сам Контингент Другой Сам Состав Армии Другой Это Другая Армия Принципиально Это Все-таки Это Все-таки Лучший Лучший Скажем Срез Украинского Общества Совсем Другой А здесь Самое Дно Поэтому Когда Это Дно Да Еще Постравматический Синдром Это Все Будет Конечно Совершенно Это Типичное Холодное Лето 1953 Года Помноженное В сто Раз Возьмем Трестисекундную Паузу Для того Чтобы я Напомнила Друзья Не забывайте Нашему Эфиру Оставлять Свой Лайк Спасибо Большое Что Вы К нам Присоединяетесь Обязательно Подписывайтесь На YouTube Канал Курбанова Лайв И не забывайте Что у нас В описании Ниже Нашего Окна Трансляции Есть Ссылка На YouTube Канал Игоря Яковенко Друзья Обязательно Must have Перейти Подписаться Вы Никогда Об этом Не Пожалеете Знаете Игорь Есть Всего Несколько Тем На которых Я люблю Прям Совсем Отрываться Там Где Червинка Проявляется Это Конечно Юлия Латынина И Российская Оппозиция Две Мои Любимые Темы Каждый раз Есть О чем Поговорить Но Сегодня Про Российскую Оппозицию И про Фильм Певчих Предателей Фильм Который Сумел Рассорить Тех Кто И так Друг Друга Терпеть Не мог Кто И так Бесконечно Не мог Договориться Кто И так Не мог Решить Кто Из них Они растаскали Все портфели Все должности Устроили Жен и любовниц На будущие места Сегодняшних Жен и любовниц Но при этом Выходит фильм И они взрываются Фильм Которому нужно Относиться Как к любому Фильму Субъективно Тебе понравилось Или не понравилось Не понравилось До свидания Занимайся своим делом Нет Я смотрю Что там уже Целое обсуждение Тут пепчих Таскают Из стороны в сторону Что не так С этим фильмом И что не так Она показала Об этих 90-х Выходцами Из которых Естественно Являются Многие действующие Тем более Бывшие представители Российской власти Олигархата И не только Ну Понимаете Я сейчас не буду Останавливаться На многочисленных Фактических ошибках Они есть И каждый человек Который Ну просто Действительно Мария Певчих Она была маленькая Совсем Когда были 90-е Но Это не Это не Так сказать Является Причиной того Что она не должна Была делать Этот фильм Прекрасно Люди делают Исследования И бывают Очень компетентными Специалистами По событиям Которые происходили За тысячелетия До их рождения Нормально работают Пользуются Источниками Привлекают Специалистов А здесь Можно было Вообще Привлечь И очевидцев Разных очевидцев Сопоставить Разные точки Но этого Не сделано Было Давайте Точки над И поставим Фильм Безусловно Состоящий Основанный На фактическом Материале Вот Несмотря на Многие Фактические Ошибки И вроде бы Все говорится Правильно Но в конечном Итоге Это фильм Большая ложь Большая ложь В чем Большая ложь Первая Большая ложь Заключается В том Что В этом фильме Было важно Ну мы Две серии Посмотрели В этом фильме Было важно Не то Что было сказано А то Что не было сказано Значит Главная проблема 90-х И главная проблема Ельцина Это не Коррупция Безусловно Была И Ту квартиру Которую Ельцин Приватизировал Она действительно Была Приватизирована Не совсем Законно Или совсем Незаконно Это совершенно Не важно Но главная Проблема И претензии К Ельцину Конечно Не Не в той Безобразной Приватизации Которая была Принята Не в тех Залоговых Акционах Которые были Безобразно Проведены Не в той Коррупции Которой Там участвовали Таня Валя И олигархи А главная Проблема Была В том Что Был Построен Тот Политический Режим Который Стал Основой Путинского Ни слова Не было Сказано Про Конституцию 93 Года Была Принята Самодержавная Конституция То есть На самом деле Вот Значит Певчик Говорит о том Что Ну вот У нас Украли Будущее Была Возможность Всем нам Стать Невероятно Богатыми Счастливыми И так далее Потому что Никаких Особых Обстоятельств Не было Ну Здесь Такое ощущение Что человек Говорит Я не знаю О Великобритании Или там О Франции Или там О какой-нибудь Швейцарии Значит 90-е годы Это были годы Когда страна Очнулась После 74 лет Советской Власти И когда Нужно было Осуществить Переход От модели В которой Не просто Советский Период А Вековой Многовековой Модели Русского Общества В котором Никогда Ни разу Власть Не менялась На выбор От модели В которой Никогда Люди Не были Хозяем Своей Судьбы То есть Это Не только 74 года Советской Власти Это Российская Империя Это Великое Княжество Московское То есть Это Русское Царство То есть Никогда Здесь Не было Свободы И вот Значит И никогда Здесь Не было Никакой Демократии Близко И нужно Было Создать Это Что В чем Преступление В чем Я согласен Даже термин Предателя Я с ним Согласен В чем Причина В чем Корень Зла Был Уничтожен Парламент Было Доведено До того Что пришлось Давить Гадину То есть Как Ахиджакова Говорила Раздавите Гадину Правильно Потому что Но Сначала Значит Ельцин И его Окружение Довели До того Что Это Гадина Возникла А Гадина Возникла Потому что Это был Тот Самый Парламент Который Ельцин Избрал Ведь Расстреливали В октябре 93 Года Тот Самый Парламент Который Избирал Ельцин А Причина Решить Указами Спешили Спешили Сделать Приватизацию Конституция 93 Года Это Конституция Самодержавная И на самом Деле После Конституции 93 Года Окно Возможности Захлопнулось Все Уже Дальше Дорожка От Ельцинского Самодержавия К путинскому Фашизму Была Протоптана Уже Ничего Изменить Нельзя Этот поезд Уже Покатился Под горку Каток Этот Покатился Под горку Ни слова О расстреле Парламента Ни слова О Конституции 93 Года Ни слова Ну вернее Пол слова О чеченских Войнах Хотя Это был Путь На самом деле Переступление Через кровь Чеченская Война Первая Чеченская Война Это Вся На совести Путина Вся 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 На совести Ельцина Виновата Это Все Это Все Было Упущено То есть Знаете Я когда Смотрел Особенно Первую серию У меня было Такое ощущение Что я Это была Иллюстрация Вот этого Стишка Маршака Перевод Английской Песенки Где-то Была Сегодня Киска Королева Английская Что-то Видала При дворе Дала Дала Мышку На ковре И вот Мария Певчих Она Видит Все время Мышек Этих Она Увидела Эту Квартиру Ельцина И самое Главное Что тот Метод Исследования Тот Метод Анализа Который Они Использовали Все эти Годы Это Коррупционные Расследования Они Стали Применять К тому Организму Социальному Который Этим Методом Не Исследуется Да Коррупция Была Но Ельцинское Время Это Было Не Про Коррупцию Это Было Про Власть И Та Порча Власти Которая Совершена Была В Ельцинский Период Это И было Предательство Они Ищут Не Туда И последнее Что я По этому Поводу Хочу Сказать Этот Фильм Безусловно Политически Заточен На Уничтожение Своих Конкурентов А главным Конкурентом Реально Главным Конкурентом Марии Певчих Является Михаил Ходорковский Его Вот Эта Группа И Там Большая Ложь Когда Певчих Показывает И говорит О том Что Группа Олигархов Наворовали Миллионы И поставили Путина Показывают Гусинского И Ходорковского Гигантская Ложь Гусинский Был тем Человеком Который Боролся Против Всех Его Грехах Сколько Угодно Но Он Боролся Против Прихода К власти Путину За что Путин Сразу Же Первое Что Он Сделал 7 Мая 2020 2000 Виноват Года Путин Прошел Эту Инаугурацию 9 Уже 10 После 9 Мая Тут же Приступил К уничтожению НТВ И Гусинский Сел в тюрьму Сразу Ну Правда На Трое Суток Потому Что Сразу Отдал Все Но Гусинский С Путиным Ходорковский Это был тот Человек Который Все силы Бросил На то Чтобы Противостоять Тому Переходу В фашистский Тоталитарный Режим И сел На 10 лет Мария Певчих Это все Не знает Она Показывает Что Ходорковский Гусинский Это Те люди Которые Привели Путин К власти Это Большая Ложь И все Заточено Ходорковский Не герой Моего Романа Извините Это не тот Человек Которого Я Что Называется Во всем Буду Поддерживать Но это Человек Который Действительно Отсидел 10 лет За то Что он Пытался Остановить Путинский Режим Он Пытался Это Сделать Его Работа Гигантская Работа По Вот Этот Открытая Россия Я Просто Видел Это Своими Глазами Что Он Пытался Сделать Он В регионах Создавал Очаги Гражданского Общества Это И за это Его Посадили Понимаете И поэтому Когда Мария Певчик Говорит Что Вот Вы Предатели Говоря Показывая Пальцем На Ходорковского В том Числе Что Вы У нас Украли Будущее И Вы Нас Ограбили Это Еще Одна Ложь Это Кого Ж Они Ограбили Это Для Того Чтобы Кого Ограбить Надо Чтобы У Тебя У Кого Что То Было Что Было У Российского Населения Чтобы Его Можно Было Ограбить Значит Вот Это Вот Да Безусловно Вот Это Самое Залоговые Акционы Это Было Нечестно Это Было Плохо Но Извините А Что Все Эти Недра Принадлежали Россиянам Что Россиянам На самом Деле Уж Если Говорить О 90-х Да Путин Воспользовался Этим Ельцин Безусловно Его Окружение Особенно Такие Люди Как Чубайс В Какой То Степени Гайдар Явлинский Это Предатели Безусловно У 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 Как раз в тот момент, когда они стали собственниками жилья. Это была свобода слова. У Ельцин, несмотря на то, что это был выходец из партийной номенклатуры, у него было какое-то удивительное табу на сворачивание башки журналистов. Там не было политзаключенных. В регионах, да, там были свои режимы, давление, потому что он сказал, пожалуйста, берите суверенитет сколько хотите. И зачастую в регионах создавались режимы несвободы. Но в целом Ельцин никого не посадил в тюрьму. Не было политзаключенных на федеральном уровне. Не было ни одного. Он не закрыл ни одно средство массовой информации. Понимаете? Это все не отменяет тех преступлений, которые на совести Бориса Николаевича Ильцин. А главное преступление, конечно, это спецоперация «Приемник». Это главное преступление. Вот за это, конечно, прощения Бориса Николаевича нет. Поэтому название справедливое. Но акценты расставлены неправильно. Это лживый фильм по этому признаку. Да, мочить друг друга, это, конечно, удивительно. В то время, когда и так не так вас много, и вы все за границей. Но это уже оставляем на совести российских оппозиционеров. Я только хотела сказать, что в Украине можно было абсолютно легко тоже снять собственный такой же фильм «Предатели». У нас есть тоже олигархи, которые все разворовали. Но суть, наверное, сейчас в «Предателях» даже не в том, что они получили самые крупные предприятия, а те, кто разбазаривал украинскую армию. Вот это невозможно забыть. Ракеты, самолеты, переданные сейчас России. Да, Россия их использует, переданные там много десятилетий назад. Вот это «Предатели», которые заслуживают своего фильма, но только потом. Сейчас нам нужно решать сегодняшние свои проблемы. И спасибо большое, Игорь, что вы помогаете нам в том числе в этих проблемах разбираться. Как всегда, было большое счастье и радость вас видеть и слышать. Спасибо вам большое. И до встречи в следующий понедельник. До встречи через неделю. Удачи вам, вашему каналу. Всего вам доброго. Всего доброго. Друзья, Игорь Яковенко, как всегда, дает старт нашей рабочей недели. Каждый понедельник мы встречаемся в рамках нашей рубрики «Яковенко Ньюс» с журналистом, с блогером Игорем Яковенко, которого найти и видеть чаще, больше. Вы всегда можете на его авторском YouTube-канале сделать это легко и просто, потому что мы всегда оставляем ссылку в описании на те YouTube-каналы, которые мы любим, которые мы сами смотрим и которые очень уважаем. Поэтому я так всегда вам их и советую, и рекомендую обязательно перейти и подписаться. Как и не забывайте, обязательно этой нашей трансляции, конечно же, тоже оставить свой лайк и подписаться на YouTube-канал Курбанова Live. Шеф-редактор, как всегда, с нами. Шеф-редактор этого выпуска. Неизменный талисман на YouTube-канале Курбанова Live. Также, друзья, я вам напоминаю, конечно же, о подписке на телеграм-канал Курбанова, где вы всегда сможете найти все самые важные, последние, самые свежие новости и события, найти нотку юмора в том числе, ну и, конечно, общение в комментариях, все, как вы любите, и разные темы к обсуждению. Также я вам напоминаю, что за сегодня, как и всегда, мы выпустили свой ролик российской антипропаганды в секции видео. Как всегда, он вас ждет с юмором, с обсуждением, со всем, с анализом того, что они наговорили, что они наделали. И, как сегодня говорил Игорь Иковенко, действительно, как они уже готовятся к тому, что будут захватывать и даже Америку. В общем, как-то так все это вы увидите, когда посмотрите наш выпуск. И не забывайте нескольких способов, как вы можете финансово поддержать развитие YouTube-канала Курбанова Live. Это, конечно же, суперчат и супернаклейка, все подробности в чате. Это PayPal и Patreon, которые мы оставляем в описании к нашему эфиру, ниже окна трансляции. И кнопка «Спонсировать» на главной странице нашего YouTube-канала, а также QR-код, который приведет на один из наших счетов. А еще, знаете, темы, которые я не брала к обсуждению, но которые никак не могу выкинуть из головы, это, конечно, последствия страшных обстрелов, обстрела в Одессе. И, ну, пишут же, знаете, как слабонервным не смотреть и не читать. И, конечно, я посмотрела и прочла, это гибель собаки, не только людей, но и животное пострадало, и хозяйка, которая, в общем, оплакивает свое животное. Я к вам два предложения. Первое – это если у вас есть дома животное, обязательно обнять его и поцеловать, поблагодарить себя вооруженным силам Украины за то, что они нас защищают и имеют возможность и нам вот так дома иметь свою маленькую радость. А еще задонатить, задонатить вооруженным силам Украины, чтобы они обязательно отомстили за нашу Одессу и за каждый украинский регион. Самое малое, что мы можем сделать. Спасибо большое, что вы были вместе с нами. Берегите себя, берегите Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok